понедельник раннее утро мы идем на автобус едем красоты рассматривать этот путь нам нужно преодолеть вот эти все лестнички подняться наверх идем здесь не только мы но еще и другие люди чтобы попасть в город коротким путем необходим встаешь конечно на полпути уже дышка начинается начали мы нашу поездочку автобус большой с огромными окнами море-море мир бездонный белый шелест прибрежный над тобой стоят как золи над тобой стоят как золи наши юности надежды все-таки у меня еще нос мало-мальски забит так до сих пор еще туда-сюда гуляет это просто другая неполноценная неполноценная дурацкая друзья это средний давая температура 14,8 градуса поэтому здесь на склонах близлежащих гор гора овсяникова с левой стороны чуть надо по отдали вот как раз отроги горы ахун они спускаются в долину реки хвоста и прижимают поселок подковообразную к берегу моря а если посмотрите на право увидите живописный мыс который называется видный посмотрите он похож на голову большого крокодила который словно пьет воду из черного моря да вот благодаря такому уникальному климату здесь сохраняется удивительная реликтовая и эндемичная растительность мы видим с вами вдали подернутые облаками стена главного кавказского хребта к тем горам мы поедем вот это другу двугорбая гора называется дзихра а вон там вдали в облаках скрывается гора на которую мы с вами будем подниматься а дальше пошел хребет уже на территории республики абхазии в этим хребтом будете любоваться но смотря на юг то есть мы уедем туда на север а этот передовой хребет вы будете рассматривать с северной стороны из них мы с вами проедем оставили водоемы и болота неспроста друзья здесь привыкли останавливаться перелетные птицы решили позаботиться и только о гостях курорта но я этих небесных пташка чтобы было где и останавливаться от важными джигитами с кавказа но обещанных золотых гор и плодородных земель многие горцы так и не получили многие из них погибали в карантинных зонах а на территории самой империи даже раз запрещалось соблюдать свои обычаи и обряды и разговаривать на родном языке один из народов кавказа убыхи живший на территории сочи в результате такой ассимиляции просто исчезнет и это позволило одному краеведу александру ярлашова написать такие строки в небесах голубых я судьбу прозревают иную я последний убых покидающий землю родную ибо веки цвести только мы не увидим рассвета ты кавказ нас прости и прощай наша песня пропета судьба этого народа красочно описана в романе советского писателя абхазского происхождения баграта шинкопа но на место горцев сюда и прибудут простые бывшие крепостные крестьяне российской империи молдаване и эстонцы русские белорусы украинцы по-мужские немцы а с территории османской империи переселяются амшинские армяне мантийские греки этими народами основано множество селений в нашем городе одно из первых аштырь с правой стороны мы проезжаем 1865 год чуть позже казачий брод с левой стороны и вы видите начало аштырского каньона перед которым на противоположном стороне реки мзинта расположилась крупнейшее форелевольское предприятие нашей страны с правой стороны мы проезжаем каньон глубокий я в народе получил название пасть дракона действительно чем-то напоминает окаменевшую пасть гигантского дракона с носа которого не стекает 40 метровый живописный водопад а в самой скале имеется горло этого дракона пещера откуда вытекает подземная холодная река некогда питавшая лососевое хозяйство на противоположной стороне но и с левой стороны открывается величественный ска величественные скалы ущелья ахцу которые сравнивают старияльским но только прямо под нами слева а мы выехали на вантовый мост два высоких пилона высотой 90 метров стальными тросами поддерживают две половины 600 метрового моста мост трижды соединяет берега реки мзинта то есть фактически находится в русле этой реки а с левой стороны вы видите маленький мост над рекой кепша один из притоков реки мзинта также называется поселок с левой стороны этот поселочек был основан в восьмидесятые годы девятнадцатого столетия а вот дорога отрезок который под скалой мы видели появилась только в конце девятнадцатого столетия но этими местами заинтересовались еще в эпоху кавказской войны в 30-е годы самые разгар этой войны в том числе и на западном кавказе много было белых пятен так сказать не неизвестно кто здесь жил какова численность была население где проходят дороги имеются ли мосты а потому что старая серпантинная дорога у путников в начале 20 века занимала целый день советские годы общественный транспорт двигался 22 с половиной часа но мало того в зимнее время порой в поселок красная поляна было невозможно попасть ущелье ахцу старую узкую дорогу просто заносила снегом сугробами снега и он порой его но не могли очистить я большую опасность там представляли камнепады отсюда и название отрезка пути в ущелье ахцу как дорога пронеси господи да этот на старый отрезок пути порой манит гостей нашего курорта но с большой большой осторожностью стоит туда попадать ведь камни советского времени там на скалах никто не чистил а в советское время этим занимались а вот здесь поселке красная поляна возникнет опытная станция научно-исследовательского института пчеловодства она является крупнейшей на сегодняшний день не только в нашей стране но и в мире и вот здесь то и выводили серую горную кавказскую пчелку с которой мы сейчас вами сможем познакомиться немножко размяться посетить санитарную зону потом мы будем собираться ворту куда-то нас всех ведут может быть уже на обед обед входит в стоимость ну в итоге набрался полный автобус мы ехали останавливались и люди садились садились жалко нет воды воздух поменялся потому что мы поднялись выше и на самом деле здесь уже такая свежесть приятная нет жары а здесь мы будем знакомиться с пчелкой выращенной место красивая сила останутся в конце пути здесь мы в этих местах пчелка это было создана а вот он улей сзади и спереди меня старайтесь не становиться сегодня вас познакомлю чем здесь воздушный коридор и они будут на вас садиться приземляться сегодня вас познакомлю с одной из самых популярных и продуктивных пород пчел мире полное название серая горная кавказская пчела примечательно тем что мера любит по отношению к нам людям но это не говорит о том что она не жалится просто не нападает без причины но очень агрессивно себя ведет по отношению к своим соплеменникам и ближе пасеку другой породы пчел к нашей чем два с половиной три километра оставить не рекомендуется дело в том что наша пчела очень хитрая очень организованно и предприимчиво плане добычи пропитания и если взяток заканчивается в природе наши пчелы тут же могут находить его в улях других пород пчел то есть справочниках учебниках так и пишут склонна к воровству напала разграбила и перенесла все в свой улей причем летит это десятки тысяч пчел летят это самый настоящий грабер а живут пчелы семьями и в пчелином сообществе имеются три особи в любой пчелиной семье трудни это отцы самцы и нужны трудни только лишь для оплодотворения матки больше никаких функций трудни гуле не выполняют матка одна единственная самка царица королева и только она может откладывать яйца в сумке сильной семье матка может откладывать две с половиной три тысячи яиц труд колоссальный но где-то около тысячи пчел каждый день погибают погибают пчелы в основном от работы также в семье есть еще рабочие пчелы это основная масса обращайте внимание на лапках вот такая оранжевая желтенькая это пчелы несут пыльцу сильной в семье в летнее время может быть от 45 до 100 тысяч пчел ценится наша пчела за счет своего длинного хопатка длиннее он чем у остальных пород пчел всего на два миллиметра что позволяет нашей челе посещать наибольшее количество цветов в том числе с глубоко залегающими нефтарниками заходим в этот домик расскажут подробнее про мед и дадут попробовать даже медочек про мед на все рассказали очень интересный про мед про маточное молочко про пыльцу очень много всего конечно гида не любит когда их записывают а вообще на самом деле очень интересно столько она информация сейчас сказала что я даже не запомнишь а услышать ее нужно многим чтобы понимать вообще что поймет что такое пчелы здесь мы идем пробовать медовуху детям сказала здесь сразу в очередь не вставайте к столу не хотите поэтому сейчас будут угощать медовухой там девушка разливает и дает всем попробовать медовуху вначале из тормозов что-то никто ничего не говорит вкусно и вкусно и эмоции не выражают сейчас мы с вами попробуем дайте еще очень вкусно все как-то молча класс очень вкусно следующий напиток там река шумит и так красиво пробивается свет через всю ту листву и представьте там же он какая высота гор все это скалы и на скалах настолько скалы насыщены вот этими всеми минералами что прям на них все это вот это все эти растения деревья растут то есть им достаточно даже через скалы лариса берет вино 600 рублей литр первый-второй это медовуха 600 рублей и сбейте 600 рублей а вот вино полусладкая она 700 рублей это за литр лариса взяла а мы сейчас пойдем в медовый киосочек где можно приобрести пыльцу и так далее все эти моменты здесь печь вот такая вижу есть состав как как все в желудке за это зажгло приятное место конечно вот это экскурсовый экскурсовый господи экскурсовод наш был по меду приятный голос и все рассказывает так доступно вот здесь кстати да есть тоже какая-то информация сейчас тут поберут и женщина это особенно до семьи и в подарок и так далее 1 килограмм 1100 500 рублей да показать вам пчелиное вот этого вернее маточное молочко вот 1200 вот такое вот сыпучий какой-то и в гранулах 500 ну в гранулах вот 5-7 гранул для взрослого человека пьется полгода полгода по-моему где-то на полгода 7 таких баночку ходит а вот то сыпучие его нужно полбаночки полгода и следующие полгода 2 подбанки полбанки вот тут уже такое примерно насколько я запомнил когда у меня будет свой дом свой сад хочу такие цветы посадить даже мыло есть он женщина на 7 600 набрала но на 2 2 баночки этого всего вот этого что нужно перемешать это очень хорошие и даже есть бальзам для губ он с маточным молочком сейчас его возьму бальзамчик что пчелки спасибо вам приобрел я у вас этот не дочек всем покажу в этом смесь ее нужно будет размешать один раз она размешивается потому что здесь и молочко есть и что тут еще да вот маточное молочко цветочная пыльца и мед инструкция хорошо удобно есть бальзам для губ 150 рублей здесь тоже прополис и маточное пчелиное молочко и вот это пирка очень хорошая вещица пирка 500 рублей этот брикетик хорошо что везде есть инструкция 500 рублей 150 1900 болеем и болеем а болеть то не хочется да точнее двухэтажное здание с крышей мансардой не позволяло в зимой выйти оттуда приходилось вылазить через крышу на дневную поверхность чтобы производить замеры температура вот он прямо справа на троге горы айбга расположился расположились две горочки 95 метров длиной и 125 метров эти горки позволяли разогнаться и прыгнуть на несколько десятков метров вперед нашим спортсменам эсти ларге он кажется назывался у эстонцев его смыло еще в начале двадцатого века река мзим то все-таки неспроста одно из ее названий бешеная река показывала свой нрав первопоселенцам с левой стороны за голубыми елями привезенными из города тарту находится маленький дом поселенца в этом домике останавливался классик эстонской литературы антон хансен там сары местные жители чтут и его имя и первых поселенцев здесь это дом музей а с правой стороны вы можете полюбоваться красивым дворцом с ажурными решетками балкончиками и зеленый черепичный как будто бы чешуйчатой крышей во время олимпиады это был медиа-центр здесь работали журналисты которые друзья освещали олимпийские игры с горной части нашего города сами они размещались близлежащих гостиницах вот они мы видим их с правой стороны но после олимпийских игр в бывшем медиа-центре открылась официальная игорная зона казино сочи находится именно здесь на курорте роза хутор тоже открылось казино бумеранг называется но все это одна система казино здесь вот оказывается официальная горная зона с правой стороны проезжаем торгово-развлекательный центр курорта красная поляна на крышу которого находится настоящий аквапарк прямо под стеклянным куполом то что в зимнее время можно не только накататься на лыжах на и сноубордах по склонам горы аибга но и искупаться в теплых водах аквапарка полежать на искусственном пляже и даже поплескаться в водах искусственной волны проект этого курорта выполнен а французским архитектором дизайнером пьером генером который своими гостиницами украсил и знаменитый европейские а точнее французский курорт ушавые но сами здания спроектированы нашими соотечественниками чем мы можем гордиться городок этот состоит из двух половин наверху на высоте 960 метров находится вторая половина курорта также устроен курорт роза хутор из двух половин роза долина и роза плато на высоте 1100 метров где и находится столовая берлога а вот налево поворачивает старая дорога обратите внимание и здесь на этой старой дороге на берегах мзымки снимались добрые старые советские фильмы и бриллиантовая рука и кавказская пленница роман и франческо 50 на 50 помните такие названия фильмов с александром абдуловым фильм маршрут снимался прямо у этой скалы который только что мы проехали с левой стороны и в долине реки а чипсы находилась поселение горцев которые спустился наш отважный разведчик федор тарнау сегодня на этом месте находится один из лучших курортов газпром лаура пожалуйста с левой стороны вы можете видеть его в узком ущелье а на фоне курорта возвышается в облака уходит главный кавказский хребет чугуш главная вершина республики адыгея который находится уже на северном склоне этой горы с правой стороны мы а то и возле курорта находится вольерный комплекс и можно увидеть никаких обитателей нашего леса с правой стороны проезжаем железнодорожную станцию розах мутар рядом с ней разместилась разместился самый первый наш горнолыжный курорт альпика сервис сегодня он тоже принадлежит газпрому если раньше на двух деревянных креслицах без защиты от дни погоды можно было подняться только на айбу сегодня можно подняться и на айбу в защищенных кабиночках и удобных сиденьях с кополом и на гору псекоху посмотрите налево уважаемые гости вы видите самую крупную канатную дорогу на территорию россии 3s называется она нас трех стальных тросах движется кабинка которая способна вместить 30 человек а сама пяти километровая канатная дорога держится всего на пяти опорах высота некоторых из них достигает 75 метров возникает ощущение парения над лесом и над горами у нас сегодня будет похожая канатная дорога и вы будете парить над лесом над горами поднимаясь на курорте роза хутор тоже закрытых кабиночках называются они гондолами помните так называются лодочки венецианских каналах так что вы поплывете но над зелеными волнами наших лесов уважаемые гости хочу вам всем напомнить что количество посадочных мест в кабинках 8 человек и сотрудники курорта напоминают часто о том что это общественный транспорт желательно занимать все места в кабинках соответственно меньше будет очередь за вашей спиной уважаемые гости да она такая дорога конечно не дешево стоит но пешком мы бы поднимали с вами день полтора на вершину а так вот быстро раз и уже наверху но надо помнить общественный транспорт в три этапа вы поднимитесь на вершину на самом первом этапе вы посетите столовую рекомендую посетить ее самого начала то что до самого вечера вы будете гулять в горах а на южном склоне мы находимся со стороны северного склона на южном склоне вы посетите долину водопадов красота конечно говорить сейчас мы все пойдем на обед и через шесть часов мы должны здесь все встретиться тут гуляем канатная дорога еще что-то уезжаем отца то ли шесть или всем забыл здесь видите группа за группой подъезжает на автобусы ну нравится конечно нравится шикарная атмосфера какие горы посмотрите там в облаках они красота вы представляете какие можно фотографии сделать на этом фоне 40 рек падают в черное море это по-моему сказали же самое протяженное на этом месте был эстонский хутор в самом начале да туда и пошла роза хутор с этого хутора как я понял что здесь было награждение как раз таки видите роза хутор первое второе третье места вот это рэдисон самая дорогая гостиница здесь гонг стоит золотыми буквами на надпись роза хутор роскоши стына обалденно там окошечки даже в этом мосту то есть там еще какие-то помещения есть музей археология начали подъем мы с вами уже поднимались в казахстане все выше и выше подъем будет из трех этапа в казахстане было точно так же мы с вами в казахстане были когда не было зелени все же все зеленое конечно невероятно передать вживую нужно тоже посмотреть почти на уровень облаков почти мы будем еще больше нет он нам сказал что если вы спуститесь то уже как бы не зайдете вот вот первая точка сейчас мы здесь пойдем в столовую или что там кафе или берлога когда мы сейчас поднимемся на самую верхушку то к нам присоединится снежный человечек поэтому мы сейчас должны для него обязательно взять баночку холодного пива он нас там ждет уже вот так сидит в красных очках по ним именно можно его и узнать но мы сейчас будем вкушать вкусности местные салатики щи-борщи что тут у них есть не знаю обед ходит в цену билета билет не знаю сколько стоит лариса покупала канатная дорога или как ее назвать то есть сейчас поднимались отдельно она не входит в стоимость стоимость всей поездки соглашайся быть богатым соглашайся быть счастливым оставайся Ваня с нами и будешь нашим королем ты будешь нашим королем лалалай 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 Продолжение следует...